Украина напоминает большой парк, красивый дизайн, просторные аллеи, озеро. Продолжая эту мысль, сравним регионы страны с аттракционами, а клоунов и других развлекательных персонажей с нашими политиками. Мы решили проехаться по стране и пообщаться с этими персонажами, чтобы узнать, а чем они могут быть полезны нашему парку. Харьков – большой развлекательный центр. Здесь можно послушать и произведения от местных музыкальных талантов. Или увидит результат деятелей современного искусства. Кстати, ретро-уголок тоже есть. Заходите. Это штаб коммунистической партии. Здесь трудятся приверженцы советской идеологии. Вот это у нас зал заседания. Мы здесь проводим свои совещания все. Областная организация большая, у нас около 5000 членов партии. Раз в месяц мы проводим совещания, люди приезжают и чаще. Но раз в месяц у нас регулярно проводят совещания. Несмотря на слухи и попытки прикрыть партию, коммунисты жили, живут и будут жить. Так уверяют они сами. Идете на выборы? Да, я в списке партийном. Почему решили? Знаете, скажу откровенно, не испытываю большого вдохновения в этот раз. Четыре созывы проработал Верховный Раде. Сегодня, когда я вижу, кто идет в парламент и на каких лозунгах они идут, вот я не понимаю, как они будут там работать. Во-первых, мне непонятен их жизненный опыт, какое у них образование, кем они работали, где они работали. Все-таки, когда ты принимаешь закон, или ты его пишешь, или ты его разрабатываешь, или хотя бы ты за него голосуешь, ты должен понимать, к чему это приведет. Я не понимаю эти люди, кроме лозунгов, которые они сейчас произносят. Ведь они ничего конкретного не говорят. Коммунисты говорят очень конкретные вещи. Когда мы говорим о налогобложении, то у нас есть законопроекты. Когда вот мы говорим о необходимости проживающими именем пересмотреть, мы понимаем, что это такое. Мы знаем всю нормативную базу. Я уверена, что компартию не запретят, если в Украине действует закон. Я скажу, почему. Если почитать иск Министерства юстиции, то там нет ни одного факта, который бы можно было толковать как основание для запрета компартии. Потому что есть закон о политических партиях, есть Конституция Украины. И совершенно четкое требование ко всем политическим партиям это исполнение законовой конституции. И в частности закон о политической партии. Мы ничего не нарушили, абсолютно. Поэтому оснований с точки зрения права никаких нет. Поэтому я считаю, что это была попытка политической расправы. Вы знаете, что негативную оценку всем этим событиям в Украине дали в том числе члены Европейского парламента. У нас очень мощную мы поддержку получили от коммунистов и левых европейских. Поэтому я думаю, что запрета компартии невозможно. Коммунистичная партия постоянно была якорем для Украины. Притом таким якорем, который держал корабль Украины в штурмовом море, пытаясь его потопить, а не давать возможность вильного плавания. На сегодняшний день я понимаю, что еще вчера можно было говорить, что коммунисты могут стать политической партией, с своей идеологией, с своими симпатиками, антипатиками. Но передняя деятельность коммунистической партии вместе с партией региона привели к тому, что в Украине война, в Украине оккупированный Крым, в Украине тысячи убитых и десятки тысяч поранених людей на сегодняшний день. В Украине экономическая кризация, которую нужно будет долать. В Украине разрушение, которую так же нужно будет долать. Это они привели. И, в принципе, политика коммунистической партии всегда была антиукраинской, антидержавной щодо Украины. И я понимаю, что та партия, которая працает на сусіднюю страну, она не имеет права иснувания в Украине. Единственное, да, как прибирать эту партию с политического поля. На сегодняшний день у нас есть целиком легитимный вариант через выборы. Я вважаю, что общество сейчас на выборах прибере коммунистов с политической арены и залишит их в минулому. Зніме Украину с цього якоря. Комната смеха Украины, Одесса. Здесь даже политики не серьезные. Просто любой человек взять с Львова, с Чернигова или с Донецка сюда приедет, скажет, у вас цирк. Знаете, в чем мое отличие от тех депутатов, которые вам давали интервью? Я ничего не обещаю. Я делаю. Единственное, на что я возлагаю надежды, о том, что я все-таки компьютеризирую всю Украину для того, чтобы была непосредственно бесперебойная работа. Ведь надо понимать, что политики, чиновники, они болеют, они уезжают, они берут взятки. Компьютеры этого делать не будут. Один депутат обходится в десятки тысяч гривен в год простым жителям украинцев. Зачем нам терять такие деньги в бюджете? Лучше сделать дороги. Или купить один раз компьютер за 4 тысячи гривен, который будет работать постоянно. И так же самое я считаю, что больше не надо будет в парламенте, чтобы присутствовали депутаты. Они вообще не нужны. Они доказали свою беспомощность. На протяжении десятков лет в Украине не было наведено ни порядка, ни качественной жизни. Поэтому их тоже нужно заменить на компьютеры. И люди сами смогут управлять новой украинской империей. Кроме Дарта Вейдера у нас баллотируется там Павел Кошка, который говорит, что он будет тратить все деньги исключительно бюджетные, исключительно на себя. Дальше есть такой, как это сказать, телевизионный клоун Алексей Дурнев, который здесь также баллотируется и фарс превращает всю свою компанию. Это для Одессы абсолютно нормальное явление. Если вы посмотрите на билборды, которые есть, юмора в них гораздо больше, чем серьезных политических заявок. Некоторые вообще не считаются неодесситами. Есть у нас кандидат Чикита, который, скорее всего, станет народным депутатом в Малиновском районе. Вот его лозунг дважды два Чикита. Любой человек приедет, почитает, подумает, какой-то бред. На самом деле это абсолютно нормально. Одесситам это нормально. Одесситам с этого весь. Увы, но в самом веселом городе страны произошли отнюдь не смешные события. У нас группа журналистко-экспертная. Входит больше 10 человек в эту группу. 6 журналистов и эксперты. Эксперты-профессионалы. Химик, который делал свои выводы по анализу пожара. Это токсиколог Владимир Саркисян, который анализировал экспертизы, которые к нему попали в руки. У нас есть эксперт по действиям милиции, подполковник в отставке. Есть эксперт по оружию, поскольку очень много оружия использовалось 2 мая. И все эпизоды мы стараемся проанализировать. То есть у нас серьезная группа. Нельзя сказать, что действия милиции были совсем неудовлетворительными в этом деле. Но они были... Ну, короче говоря, они не могли действовать, поскольку не было приказа руководства. Это же подтверждают и сотрудники правоохранителей. Правда, конечно, не на камеру. Та же история и с пожарными. Пару дней назад была опубликована аудиозапись. Это 35 минут отчаяния, боли, ужаса. Когда люди звонили и машины не выезжали. Если бы они выехали сразу, то не было бы такого количества погибших. Может быть, вообще бы не было бы. Событие 2 мая буквально перевернуло мнение одессит с ног на голову. Мне понравилось, как Филатов сказал. Украину, говорит, не Днепропетровск спас. А Украину спасли простые одесситы 2 числа. Потому что тот массовый подъем одесситов против вот этого русского мира, пусть с этими массовыми жертвами он как бы выжег вот эту вот мерзость и гнусь вот этого русского мира. И те люди, которые думали, что это игра, они с ужасом увидели, что это не игра. Игры в Новороссию заканчиваются крайне трагически. У нас в Одессе имеет право висеть русский флаг только в одном месте, на русском посольстве. Одесситы поговаривают, что эта трагедия повлияла и на выбор политсил, которым южане теперь доверяют. Когда-то Одесса проголосовала за Тегибко, думала, что это будет какая-то новая сила, которая может противостоять регионалам. А Тегибко предал всех. Ну, помните, у него была сильная Украина. И сейчас он же ее выдвигает. Он регионал, конечно. Не просто регионал, он мерзавец и негодяй. Таким людям в Одессе не место, считают представители самообороны. Свои слова подкрепляют действиями. Дайте коридор! Что же делать? Забивай нам, ублюсь! Дайте коридор! Решение, которое приняли, это мусорная иллюстрация, бросание в баки. Правда, когда народ видит, что это не помогает, они начинают заниматься мордобоем. Я бы сказал, что сначала звучал колокольчик, потом зазвенели колокола. Потом зазвенели колокола, а в данный момент, я боюсь, как бы не загрохотали пушки. Администрация нашего парка, Киев, директор, все время в разъездах, поэтому ловить его приходится на подконтрольной ему территории. Ключевое, моё главное, чтобы мирное життя, наше з вами мирное життя было надежно защищено. Дай бы все работники администрации, ну или те, которые туда очень хотят попасть, как оказывается, тоже, ну очень заняты и люди. Возможно ли нам встретиться сегодня или завтра с ремлиной директором? Нет, нереально, мы в командировках, к сожалению. А он как-то по городам ездит сейчас? Да. Может мы где-то... Нет, там график полностью уже подписан. А скажите, если мы в какой-то город, может, подъедем? В городах тоже всё расписано по графику, поэтому не получится вписаться в график. Вот вы говорите, царь, царь, а вы думаете, Марья Васильевна, нам, царям, легко? Да ничего подобного, обывательские разговорчики. У всех трудящихся два выходных дня в неделю мы, цари, работаем без выходных. Рабочий день у нас нервированный. И всё-то ты в трудах, всё в трудах, великий государь, а кипчила. Здравствуйте, царь, очень приятно, царь, очень приятно, здравствуйте, царь, очень приятно, царь, очень приятно, царь, очень приятно, здравствуйте, царь, очень приятно. Нам, ну, Надя, Надя, пропозицій было багато від різних партій. Тимошенко, Надя завжди поділяла погляди, власноручно писала заяву на вступ до партії. А чему первым номером? Ну, это не моё решение, это решение, мабуть, лидера партії Тимошенко. Тут два бокса медали, яку мені преподносить, так, вот показывают. С одного боку, это официальный президентский аппарат, официальный Киев, что это плохо, что она набула политическое забарвление, это ускладить. А з другого боку, я розумію, что после выборов рейтинга никому не нужно будет, а про таких, как Савченко, будут забывать. Ну, смею знайдуть інші новини, и это все затихатиме. И мне хотелось бы обеспечить защит, таких как и Надя. Ця политическая сила представлена в Раде Европы, не только в Верховной Раде. Первый номер цієї политической силы, там большинство их. Иде голосование. Чему не голосует первый номер, где первый номер сидит, чему сидит, чему доси сидит. Это такая смятинка в оси, которая постоянно заважает. А потом ее можно сделать членом Ради Европы. Это надо статус автоматично. Жодная страна, в том числе и Российская Федерация, которая ее членом, не имеет права утримать этих депутатов под стражей. Что бы не делала политическая партия, это политический пиар. Когда политическая партия, ну, например, Батьківщина, знайшла такой вариант, чтобы поставить первым номером списка Надею Савченко, сказать, что мы будем ее звольняти через вот такую формулу, это можно звонить, что партия пиарится на долю одними. Если бы партия за это не взялася, а Надея Савченко написала заяву партию Батьківщины, то сказали бы, что большая партия, она не болевает за долю своего члена партии, они, бачите, места в списке не вистачало. Чи можливий цей вариант юридично? Я думаю, что часть вопроса, которая лежит на поле Верховной Ради, Верховная Рада может принять решение про принятие присяги в индивидуальном порядке, что, например, так, через смены, зрозуміло, что через серьезные законодавчі сміни, через, можливо, конституційну, навіть, сміну, але маючи на те політичну волю, мы можемо знайти формулу. Едині, я не впевнений, що цю формулу підпише протовежна сторона, российська сторона, але спроби робити треба, в тому числі такі. Київ живет относительно спокойной жизнью. Улицы города, как всегда, переполнены прохожими, а обочины утыканы билбордами. И практически все – с предвыборной агитацией. Интересно, если сложить всю стоимость, затраченную на политрекламу, сколько можно было бы накупить обмундирование для украинских военных? Сколько один билборд? Сейчас, я думаю, тысяч пять гривен стоят. Правильно, например, когда ты едешь в какую-то сторону, даже в зоне АТО, даже в зоне АТО, их довольно большое количество. Ты проехался, там 50 км видел их 15 штук. 15 штук – это, получается, нормальная сумма, на которую можно одеть. У нас у бойцов половины нет зимней обуви. Те, что, например, есть зимняя обувь, это волонтеры помогают. Практически, как везде, как и все, все держится практически на волонтерах. Они покупают билборды. Единственная партия, чьих билбордов по городам раз-два и обчелся – это правый сектор. Почему? Говорят, что они отличаются от обычных политиков. Правый сектор – это часть общества. Это действительно плоть от плоти народ. Мы ведь не какая-то каста отдельная. У нас люди – учителя, строители, столяра, монтажники, бизнесмены, студенты. Люди абсолютно разных специальностей и направлений. Мы просто объединены общей идеей, идеей возрождения Украины. И поэтому мы хорошо помним, что мы хотели от власти. Соответственно, если мы помним это, то, идя во власть, глупо было бы отвергать требования самих себя. Поэтому мы соответствуем самим своим требованиям. С высоты колеса обозрения Львова видно далеко за пределы нашего парка. Это не делается вот так, щелкнет. Мы на самом деле, мы все Европа. И на самом деле, тяжело сказать, где больше этих или других ценностей. Просто тяжело, работа каждого дня, тогда результат. Это долгая дорога, но я верю в эту дорогу, потому что это успешная дорога. Надо быть вместе с теми, кто успешный, кто имеет очень большой опыт, кто с нами близкий по ценностям и здоровому лузду. Сделать вот этот первый шаг, быть ответственным, когда кто-то берет, не молчать, а прямо в очи ему это говорить. Не бояться, не бояться. Это те шаги, которые страшно, возможно, делать первый раз. Но когда сделаешь раз, второй, потом будешь это делать постоянно. То есть оставаться с колен. Вот отсюда Европу не видно. Дом ужаса в Украине, Донецкая область. Поедем, узнаем, что здесь. Люди думают... По нашим данным, около двух тысяч человек три дня назад живой силы вошло в поселок Докучаево. Со стороны Тельманова тоже идет накопление живой силы. Так что, по всей видимости, идет подготовка к тому, чтобы сорвать выборы, которые будут проводиться на этих территориях. Они будут здесь проводиться? Да, здесь выборы, конечно, будут проводиться. И как с охраной? Сохрана? Ну, сейчас наши сотрудники Харьков-1 и Слобожанщина охраняют бюллетни в Волновахе. В том помещении, в том здании, где бюллетни прибыли уже. Их идет охрана. Идет патрулирование города. А людям как, до выборов? Вот местным людям, до выборов? Ну, наверное, да. Потому что по настроениям люди очень устали от войны. Люди хотят перемен, люди хотят порядка. И когда мы общаемся с местным населением, когда мы общаемся с местным населением, то местное население выражает желание прийти на выборы. Даже больше явка будет, чем на президентской ожидается. В отличие от аттракциона, здесь, на Донбассе, ужасы настоящие. Пока там наверху кто-то воюет за теплое место, поближе к трону. Ребята воюют за свой народ и мир в Украине. Очень много сейчас идет от спецбатальонов, командира спецбатальонов у западного решили почему-то пойти политикой. Это называется монетизация работы. То есть они действительно занимались делом, и они достойны того, чтобы что-то вершить. Если они защищали Украину, то почему они не могут защитить ее в парламенте? Другое дело, что мы не знаем, какая будет квалификация. Но я всегда говорю в таких случаях, что нам известно, что, допустим, Мошедаян или Ариэль Шарон в Израиле были воинами, но в то же время стали великими политиками. Ариэль Шарон когда-то поднялся на Масленичную гору и начал этим вторую интифаду. Поэтому политик или военный, неважно, никто не застрахован от ошибок. Но в то же время давайте посмотрим, может быть, мы увидим следующих деголей среди этой плеяды. Завтра, в день большого собеседования, украинцам придется сделать нелегкий выбор. Главное помнить, что это мы, народ, берем на работу управленцев. Это мы решаем, кто будет управлять страной. Это от нас зависит, какое будущее у нас будет.